Ну, это один из самых, наверное, известных, самых любимых фильмов Бануэля. Мы сейчас посмотрели, он действительно замечательный. Мы много фильмов Бануэля смотрели в нашей программе, а вот до этого фильма нельзя сказать, что уроки не доходили. То есть мне было понятно, что анализировать этот фильм, по крайней мере, с моей стороны, довольно неблагодарная и сложная задача. Почему? Не потому что он снят в такой сюрреалистической, абсурдистской манере. Например, «Призрак свободы» снят, чуть более поздний фильм, в такой уже стиле, но, тем не менее, для разбора и для анализа какого-то там гораздо больше есть места. А здесь, в общем, на самом деле, ну, как бы все понятно. И поэтому объяснение и анализ здесь какой-то, он, скорее всего, мало что добавит к тому, что, собственно говоря, и так считывается любым зрителем. Тем не менее, я скажу несколько слов и соображений по поводу этого фильма. Значит, у нас, собственно, ничего не происходит в этом фильме. Компания из шести человек, трое из которых являются наркодилерами, женщины как-то при них, пытаются покушать. Пытаются покушать у одного из этих людей, которого зовут Анри, Сэшенель. И вот мы видим пять попыток, если кто-то из вас считал, пять попыток у этих Сэшенелей поужинать. Последняя попытка вроде бы почти удачная. То есть, во всяком случае, удается съесть первое и частично второе. Значит, кроме вот этих попыток что-то съесть и выпить, которые являются как бы вроде бы таким фоном этого фильма, есть несколько вставок, есть три рассказа и четыре сна. Опять же, может, вы не считали, я поэтому воспроизвожу это. Рассказы, все рассказы, они рассказываются представителями двух профессий. Это либо военнослужащий, либо полицейский. В кафе женщинам рассказывается первый эпизод, где мальчик убивает своего отца или псевдоотца, поскольку он как бы встретился со своей умершей мамой. И та ему сказала, что это не отец, его нужно убить, и он его убивает. Вот такая история. Это первая история, первый рассказ. Второй рассказ, это рассказ сержанта, когда военные пришли в дом с Сэшенелей. И один из сержантов, вы помните, рассказывает историю. Эта история, в общем, одна из немногих историй, где нет никакого убийства. Он просто встречается с мамой. По-видимому, отношения с мамой были довольно сложные. Он говорит, я тебя нашел и так далее. Там есть какой-то друг, он куда-то уходит и обратно приходит. Пока обе эти истории, они вроде бы как о встрече с загробным миром. И третий рассказ, это рассказ о кровавом сержанте или кровавом капрале, который рассказывают полицейские. Один полицейский, старший полицейский, младшему полицейскому рассказывают про этого капрала, как он пытал людей и так далее. Правда, не исключено, что этот рассказ является частью сна. Значит, это рассказы. Получается, что все рассказы так или иначе связаны, как я уже сказал, с загробным миром. Встреча с загробным миром. Теперь, если говорить о снах. Сны снятся каждому из мужчин в этой компании и комиссару полиции. Сны, которые снятся главным героем, они тоже, в общем, по большей части связаны с убийством, по крайней мере, если не с загробным миром, то, по крайней мере, с убийством. Один из этих снов, который не, вроде бы, на первый взгляд, никак не связан ни с убийством, ни с загробным миром, это сон самого Сушенеля, когда они, оказывается, вроде бы пошли на обед к полковнику, а оказались на сцене. Оказались на сцене и вынуждены разыгрывать, если вы заметили, разыгрывать, в общем-то, Мольера, каменный гость. И поэтому я сказал, что здесь, возможно, и нет, конечно, ничего загробного. Но, тем не менее, каменный гость или каменный пир, иногда так эта пьеса называется, здесь присутствует. Второй сон – это сон Франсуа, которому снится ссора между полковником и послом Миранды. Причем там есть несколько непонятных, не знаю, как у вас это было переведено. Когда он просыпается, он говорит, мне снился сон, что Сушенелю приснился сон, что мы пошли в театр, а потом оказались у полковника и там не поссорились. И, ну, некоторые критики как раз считают, что это сон во сне. На самом деле, в общем, я проверил, вроде бы это не совсем так, потому что он говорит, что мы пошли в театр. Там же они пошли как раз наоборот, они пошли на ужин или на обед к полковнику, а оказались в театре. А Франсуа рассказывает наоборот, мы были в театре, а потом пошли к полковнику. Поэтому возможно, что это не сон во сне, а просто два разных сна, в которых есть пересекающиеся мотивы. Ну и сон самого посла, он как раз им все заканчивается, тут террористы убивают всю компанию. Еще один сон, это сон комиссара, где вот этот кровавый сержант отпускает из тюрьмы. Мы видим все время, видите, да, все время есть вот этот мотив убийства и перехода из одного мира в другой, либо некая, ну, нервозность относительно того, вообще останемся мы в этом мире или не останемся. Ну и есть, безусловно, вот этот прекрасный мотив относительно того, что они то ли оказываются в театре, то ли оказываются на сцене, да, то есть они, если мы оба сна соединим, то тогда получится, что в одном сне они оказываются зрителями, а в другом сне они оказываются действующими героями. Вот вся вот эта композиция, где контакт с этим самым загробным миром, он либо приводит, например, к убийству, как мальчик, который отравил своего отца, либо наоборот, кровавый капрал освобождает кого-то, либо эта встреча оказывается нейтральной. Она говорит о том, что по каким-то причинам армия и полиция, которые, вообще-то говоря, должны в каком-то смысле обслуживать, скажем так, буржуазию или, да, буржуазное общество, они оказываются своего рода такими гермесами, проводниками через сон или через рассказы какие-то между миром загробным и миром живых. И в этом смысле возникает, естественно, вопрос, в каком мире, собственно, существуют эти герои. Они существуют в мире живых или в мире мертвых. Вот эта неясность того, где мы находимся в мире живых или в мире мертвых, обеспечивается вот этими историями. Особняком стоит история с епископом, который, как бы, там нет никакого сна, там есть такое вот убийство садовником садовника, исходя из мести. Вы помните, когда только приходит епископ в этот дом, у него такой плотоядный несколько взгляд, и мы ожидаем сейчас, начнется что-то такое, да, невероятное. Но оказывается, это его вся плотоядность, она устремлена на работу с садовником. Это, кстати, тоже в скобках я замечу, что, вообще-то говоря, вся эта компания, нет никаких оргий, они не принимают наркотики, да, то есть у них простая, в общем, история, поесть, выпить, в этом смысле скромная, да, и поэтому их обаяние, оно тоже скромное. Так вот, получается, что такая общая метафора, которая, видимо, является очевидной, это то, что, вообще-то говоря, вот эта группа, которая символизирует собой буржуазию, хотя на самом деле вроде является наркодилерами, это не совсем буржуазия, у них есть разного типа обслуга, да, и армия вместе с полицией тоже, вообще-то говоря, является своего рода обслугой. И религия в виде епископа тоже является своего рода обслугой, которая возделывает их сад. Но теперь, помимо вот этой дихотомии жизнь-смерть, где не очень понятно, где они находятся, и как они вообще с этим миром, на какой стороне, естественно, что есть и другая оппозиция, это сон и явь. Если мы присмотримся к их снам, то мы заметим, что, в общем, не очень понятно, чем они отличаются от яви. Ну, например, если мы вспомним сон Франсуа. Сон Франсуа – это история, когда посол стреляет в полковника. Вы помните там прием и так далее, и жена Франсуа по ошибке говорит послу «ты». А как там у тебя? У вас. Помните? Это является частью сна Франсуа. То есть Франсуа прекрасно знает, что у них такие отношения. Более того, посол ей говорит, мне нужно отсюда уйти. Здесь такая обстановка, как-то накаляется. Это часть сна или это не часть сна? То же самое про комиссара. Портрет вот этого кровавого сержанта – это часть его сна или это все-таки явь? Рассказ старшего полицейского, младшему, про этого кровавого сержанта – явь или сон? Потому что тот человек, который приходит к нему, он говорит, ой, приснилось, что ты отпустил. Получается, что это он и есть. Нет? Или ему приснилось, что тот оказался в роли… Ну, и так далее. То есть, в принципе, фильм сделан таким образом, что саму природу существования вот этих героев очень сложно реальную отличить от сновидческой. То есть, в этом смысле непонятно, где они находятся. Они находятся во сне или они находятся на его… Может быть, это вообще все. Такой большой сон. Надо задать тогда вопрос, кто же его видит, кто его воспроизводит и по каким причинам. Ну, и есть еще одно, как бы напрягающее звено. Напрягающее звено – это террористы. Вот эти взаимоотношения посла с террористами, которые тоже находятся вот на такой абсурдистско-сюрреалистической ноте, когда он стреляет в игрушку, вы помните, да? Это прекрасный эпизод. Если мы вспомним еще и про сцену, где в одном из снов они оказываются то ли зрителями, то ли участниками сцены, то мы получим еще одну оппозицию – театр и жизнь. И в общем и целом получается, что жизнь этих людей, которые нам рисует Бенуэль, они находятся вот в этой, я бы так сказал, настойчивой неопределенности. Настойчивой неопределенности между бодрствованием и сном, между жизнью и смертью. Живы они или мертвы. На сцене они или являются зрителями. То есть вот эта неясность, которая, по сути дела, пресекается периодически их замечательным походом, они идут по этой дороге, неизвестно куда, неизвестно зачем, который тоже такой символ. Многие его интерпретировали по-разному. Мне кажется, что в общем он довольно простой символ. То есть они так и идут по жизни. Они идут по жизни бодро. Бодро довольно идут, но в общем не очень понятно, куда они идут. То есть кроме, по сути дела, вот этих установленных времен для обедов и выпить и закусить, как бы ничего нет. Ну немножко секс. Ну так, да? Тоже как-то ненавязчиво. Немножко, да. Вот, собственно говоря, такого рода картину нам рисует здесь Бенуэль и воспринималось это и воспринимается, может быть, и сегодня как критика буржуазного общества, известной позиции Бенуэля как марксиста и так далее. Но на самом деле, мне кажется, что здесь идея, в общем, может быть, она и не закладывалась Бенуэлем, но она в наше время становится, на мой взгляд, более актуальной. Здесь высказывание не о буржуазии, а высказывание в конечном счете высказывание о человеке, которому не нужно бороться за существование. И человек, который оказывается в ситуации, где нет необходимости борьбы за существование, он оказывается вот на такой примерно дороге, на которой оказывается герой этого фильма. В этом смысле современный человек западного мира, по крайней мере, он, в общем, любой из нас оказывается более-менее в такой ситуации. И возникает вопрос, а что же, кроме, ну, есть, да, еда, ну, или какие-то праздники, события, туризм, например, еще что-то. То есть есть что-то, что мы устанавливаем себе как некие отметины, как некое предстояние, то есть мы обеспечиваем себе предстояние чего-то, как и вот эта компания. Это предстояние в данном случае, вот в этом фильме, да, это предстояние, оно связано с пообедать. Но это можно оформить по-разному, пообедать, попутешествовать, еще куда-то отправиться. Ну, и одна из первых сцен тоже, которую я не упомянула, которая важна, и тоже говорит вот об этой близости к смерти, это то, как они попали в ресторан, и там, значит, труп. Они, в принципе, многие из них были не против, почему бы и нет, да. То есть вот эта близость смерти их не всех, по крайней мере, пугает. Но, в общем, в итоге высказывание какое, что живя таким вот образом, живя в режиме продуцирования предстояний, которые вроде бы раскрашивают жизнь и делают ее как бы интересной, но, в общем и целом, бессмысленно, бесцельной. И, живя в таком режиме, мы живем неизвестно где, на сцене, или в театре, мы зрители, или мы актеры, мы мертвые, или мы живые, мы как бы реально существуем, или нам все это снится. Вот такого рода высказывание, мне кажется, скрывается, даже если Бануэль имел в виду критику исключительно буржуазного мира. Мне кажется, что сегодня этот фильм звучит в том числе и актуален, и не только по отношению к буржуазии, а просто по отношению к любому, ну, скажем так, обывателю. Отдельно, конечно, вопрос, а что же вообще-то может быть вот этим небессмысленным, если вообще-то говоря, что из себя представляет человек? Ну, человек представляет из себя в конечном-то счете животное, которому нужно поесть, попить, заняться сексом, ну и все. Что, собственно, может сделать человека человеком другого плана, не таким, как те люди, которые здесь представлены? Ну, и это, как бы, конечно, отдельный вопрос. Я вот хотел вам зачитать, по крайней мере, такой небольшой текстик Бадью, который размышляет об этом уже после, значительно позднее, чем был снят фильм Бенуэля, который размышляет именно о том, каким же образом, ну, и это размышление, оно является, может быть, более-менее размышлением, которое связано вообще с философией, да, для чего человек, зачем и почему. Ну, и Бадью в своем произведении «Этика» пытается сформулировать тот тип существования, который бы отличался вот от того, который мы видели. Он говорит, что вообще человек имеется всего-навсего то или иное частное животное, которому приведенные обстоятельства могут дать возможность стать субъектом. Это означает, что все, чем оно является, его тело, его способности, оказывается, в данный момент востребовано, чтобы себе проложила дорогу одна из истин. Сейчас мы поймем, что он называет истинами. То есть он говорит, что существование человека иное, отличное от животного, это когда через него прокладывает себе дорогу одна из истин. Именно тогда человеческого животного требуется быть бессмертным, каковым он не является. Что же это за обстоятельства, которые приводят человека к тому, что он может оказаться на этой пути? Ну, Бадью называет это обстоятельствами некой истины. Но что под этим следует понимать? Сразу спрашивает он сам себя. Ясно, что имеющее место, то есть то, что имеет место сейчас, всякие множественности, бесконечные различия, объективные ситуации, например, обычное состояние отношения к другому до любовной встречи, подобные обстоятельства определить не может. То есть я не могу оказаться вот в этом режиме истины, если я нахожусь в том, что имеет место здесь и сейчас. В объективности подобного типа животное как правило устраивается как сможет. Нужно следовательно предположить, что ведущая к образованию субъекта имеется сверх того или неожиданно случается в ситуации, как то, чего эти ситуации и обычный способ себя в них ввести, учесть не в состоянии. Скажем, что субъект, который превышает животное, остающийся, однако, его единственным носителем, животное остается носителем, а над ним надстраивается как бы субъект, требует, чтобы произошло нечто, не исчерпывающееся простым вхождением в то, что имеет место. И вот это пополнение мы назовем событием и будем отличать множественно бытие, в котором речь не заходит об истине, от события, которая принуждает нас решиться на новый способ быть. Вот таким образом Бадью нас подводит, пытается подвести нас к тому типу существования, которое может оказаться иным, отличным от существования в настоящем, которое, собственно говоря, и является тем существованием, которое я вижу вот в этом фильме. Ну и у Бадью я не буду дальше зачитывать его текст, он говорит о разных сферах, у него есть сфера любви, отношения к другому, которая не сводится к сексуальности, у него есть политическое существование, когда человек оказывается политическим субъектом, у него есть научные и художественные сферы, где человек оказывается превосходящим самого себя и в тот момент, когда истина художественная, научная или политическая через него проходит, то он оказывается вот этим самым бессмертным, как говорит Бадью, субъектом или субъектом, который отличен от субъекта повседневности. Но, конечно, размышления Бадью прекрасные и хорошие, но, вообще-то говоря, отдельный вопрос, конечно, как, собственно говоря, они реализуются и какова возможность их реализации. Но это, об этом, собственно, сам Бадью пишет в своей книжке «Этика», и вы можете ее почитать и попробовать солидаризироваться или, наоборот, не соглашаться с Бадью относительно того способа существования, о котором он говорит. Но, вот этот обыденный способ, он маркирован у него точно так же, как и у Бунюэля. Ну, в заключении вот этого своего небольшого размышления я хочу поделиться просто одним любопытным фактом относительно этого фильма, с которым я тоже не знаю особо, что делать. Посла зовут Рафаэль Дакоста. Ну, мы все знаем Уриэля Дакоста, правда? Уриэль Дакоста из маранов, которого звали на самом деле Гавриэль. Его звали Гавриэль. Он сменил свое имя, когда ушел из христианства. Его отец был христианином, католиком из евреев, крещенных в Испании. А Уриэль, то есть этот Гавриэль, который взял себе имя Уриэль, он стал символом такого свободомысля, да, то есть когда он приехал в Голландию и решил стать правоверным иудеем, вернуться опять из христианства в иудаизм. Его иудаизм не устроил. Он написал некое произведение, в котором критиковал фарисейский иудаизм. Его за это подвергли анафеме, херему. Ну и там трагическая история. Он в итоге один раз вернулся в общину, его второй раз изгнали, и после второго изгнания он пытался застрелить своего родственника, который сдал его за его ересь. У него это не получилось, он промахнулся и застрелился сам. Это я рассказал тем, кто не знает историю с Уриэлем Дакостой. Он стал в итоге таким, некоторые его называют предтечей спинозы, хотя на самом деле ничего общего между ними нет, но тем не менее у него был вот такой пафос антирелигиозный у него был. Так вот, у него было два имени, Гавриэль и Уриэль. А нашего персонажа посла зовут Рафаэль. А в принципе, может быть, тоже вы знаете, что есть всего три, то есть четыре архангела. Это Гавриэль, Михаэль, Рафаэль и что ж? Нет, не Даниэль. Даниэль это пророк Даниэль. Так вот, они в разных традициях, эти четыре как бы архангела, они имеют разные немножко смыслы. Ну и, например, в христианской традиции Рафаэль это ангел, который в том числе покровительствует посланникам, путешественникам и так далее. И в этом смысле то, что он является послом, наверное, как-то связано вот с этим его именем Рафаэль. А Дакоста, ну, как бы аллюзия на вот этого самого персонажа, очень известного, она не очень понятна, да, то есть, поскольку этот Дакоста, вот он, по сути дела, мечется между разными конфессиями и ни в одной из них себя не находит. Может быть, это созвучно тому, что в конце этого фильма ему говорят, вот эта девушка, которая обращается к астрологии, она говорит о том, что у вас как бы своя система ценностей, да, то есть, вам, собственно, нужно создать свою систему ценностей. Может быть, здесь есть вот какая-то такая вот отсылка на такого отрицателя любой идеологической системы с одной стороны, а с другой стороны производящего как бы идеологию, по сути дела, идеологию у человека-животного в итоге, да. Ну, я же говорю, что я это упомянул просто как любопытный факт, у меня четкого и ясного истолкования этого момента нет, просто поделился с вами. Ну, вот на этом я, пожалуй, закончу и предоставлю слово Алексею Медведеву. Добрый вечер, мне зовут Алексей Медведев, я кинокритик, фестивальный организатор и, к счастью, своему регулярный гость тех замечательных вечеров, которые проводит Ури. Я должен отметить, что Ури сегодня в ударе, он просто замечательный, по-моему, эссе выдал, который необходимо расшифровать и опубликовать, потому что все, что он говорил, это было очень здорово. Ну а я по традиции как бы немножко с точки зрения кинокритики попытаюсь подойти, немножко ввести в контекст тот фильм, который мы посмотрели сегодня, а потом уже перейти к каким-то общефилософским проблемам культурологическим, которые меня больше интересуют. Итак, фильм «Скромное обаяние буржуазии», он и для меня, и для истории кино является достаточно уникальным и удивительным опытом. Кстати, вспоминая о том, что говорил Ури, очень хорошую рецензию на него в свое время написал мой любимый кинокритик Роджер Иберт «Наги покойный», и одна из фраз его как раз может послужить эфиграфом к нашим обоим выступлениям о том, что этот фильм когда он вышел и когда его смотрели люди в первый раз казалось, что он нападает на кого-то другого на буржуазию, на средний класс, на общество потребления, на лицемерие, на буржуазное ханжество и так далее и тому подобное. В тот момент, когда мы смотрим его сегодня, этот фильм своим жалом адресован прямо в наше сердце, это фильм о нас, и мне кажется, что это одна из причин, одна из причин, по которой этот фильм не устаревает. Если говорить об уникальности этого фильма, то он с одной стороны уникален и в биографии Буниуэля, это, пожалуй, его последний великий фильм, фильм, который он снял в 72 года, и у Буниуэля была восхитительная карьера, которая начиналась, как вы, возможно, знаете, с андалузского пса и золотого века, и продолжалось, он работал и в Мексике, и во Франции, и долгое время был в изгнании, не работал в Испании, где, понятно, до среди 70-х годов существовала фактически фашистская диктатура, и полную творческую свободу он получил несколько раз в жизни. Вот первым актом абсолютной творческой свободы были его дебютные фильмы, которые он сделал в авторстве с Сальвадором Дали, и под конец жизни, когда он был уже на восьмом десятке, а это один из очень редких примеров творческого долголетия, то есть даже, я не знаю, условно говоря, даже Хичкок и Фритц Ланг в таком возрасте уже снимали фильмы, на которые смотришь, делая ставку, поправку на возраст, но вот именно эти последние фильмы, которые он снял, снял в 70-е годы, он также вновь воспользовался абсолютной творческой свободой благодаря французскому продюсеру Сержу Зильберману, с фамилией которого начинается этот фильм, и благодаря своему сотрудничеству с замечательным французским писателем и сценаристом Жаном Клодом Карьером, который опять-таки идея Буниуэля, его сны, а те три сна из четырех, о которых говорил Лури, это повторяющиеся сны самого Буниуэля, о которых он пишет в своих воспоминаниях, который вот эти личные истории, личные идиосинкразии, личные фантазмы, фетиши сумел превратить в визуальные образы, конечно, огромную роль в этом сыграл Жан-Клод Карьер. Три фильма 70-х годов Буниуэля, это Скромное обаяние буржуазии, это Призрак Свободы, это Смутный объект желания. Что еще уникального? Это самый успешный фильм Буниуэля. Это хороший пример, что творческая свобода приводит к тому, что наибольшее количество зрителей, наибольшее количество людей, если мы говорим об авторском кино, может сочувствовать и сопереживать этому фильму, может узнать в нем что-то, что-то для себя. Этот фильм получил Оскаров в тот год, когда он был выпущен как лучший иностранный фильм, он получил многочисленное количество критических наград, и он, как ни странно, был чрезвычайно коммерчески прибылен. И до такой степени коммерчески прибылен, что когда в России началась перестройка, если кто по возрасту еще помнит это время, я помню, то из кино Советского Союза, если вы помните, эта перестройка была связана с выходом фильма «Покаяние» на большой экран, а первым из западных фильмов, которые пробились после долгого запрета, было как раз скромное обаяние буржуазии. В 84-м, по-моему, даже, если не, может быть, в 85-м году этот фильм вышел в прокат и тоже продолжал зарабатывать деньги. Удивительная история еще, ну, как бы, говоря об уникальности этого фильма, я еще могу назвать несколько причин, по которым он для меня уникален. То, что тоже Ури уже остроумно отметил, это удивительно простой сюжет, да, то есть, вот, мы привыкли к тому, что простые сюжеты у коммерческого кино, да, человек попадает на другую планету и начинает защищать местных жителей, аватар, да, или там группа, группа авантюристов пытается ограбить банк, да, один из друзей Оушена, вот, в данном случае, хотя мы имеем дело с, ну, как бы, с одним из лучших образцов авторского кино, все равно, тем не менее, вот, сюжет вызывающе прост, да, компания людей хочет поесть, и у них это не получается. Вернемся, кстати, к вот этой теме, почему у них это не получается, потому что, ну, то, что, опять-таки, то, что говорит Ури, мне всегда очень нравится, очень интересует, но я, как бы, стараюсь, стараюсь вернуться к каким-то более базовым вещам, да, начнем нашу интерпретацию с того, что вообще такое тема еды в кинематографе, да, тема еды в кинематографе у самого Банюэля достаточно активно развивается, в его следующем фильме, фильме 1974 года, «Призрак свободы», есть знаменитая сцена, в которой участвует тот же самый актер Фернандо Рей, который здесь играет роль посла Миранды, но там история как бы немножко другая, там разыгрывается ситуация, в которой люди сидят вокруг обеденного стола на унитазах и отправляют свои естественные надобности. И это считается в том вымышленном мире, который предлагает Банюэль, абсолютно социально приемлемым и правильным. После этого каждый из них по отдельности уходит в туалетную кабинку, где они едят. Потому что в этом мире, который придумал Банюэль, еда является неприличным, а публичная дефекация наоборот крайне поощряется. Еще у Банюэля есть фильм, который он за 10 лет до этого снимал «Ангел-истребитель», где также речь идет о званом обеде, после которого его участники по совершенно непонятным причинам не могут покинуть дом, в который их пригласили. Это фильм «Ангел-истребитель». Достаточно еще, может быть, напомнить о том, что примерно в то же самое время был снят фильм «Большая жратва» Марка Феррери, где герои, как бы такие вот гедонисты и последователи маркиза де Сада занимались тем, что совершали самоубийство с помощью еды, то есть обжирались до смерти. Все это какая-то ужасно, мне кажется, интересная и просматривающаяся фундаментальная метафора, если мы вспомним о том, что проклятие, которое Господь Бог насылает на изгнаных из рая, заключается в том, что нужно после лица добывать хлеб свой. если вдуматься в это проклятие, то речь идет на самом деле даже не о том, что нужно все время работать, потому что понятно, что в любом обществе и даже в том обществе, когда писалась Библия, когда писались эти строки, существуют богатые, бедные, существуют люди, у которых нет никаких проблем с тем, чтобы добыть себе пропитание, не нужно работать, можно наслаждаться. Но тем не менее проклятие от этого не отменяется, потому что проклятие еды это есть проклятие существования во времени, это есть проклятие, когда ресурсы постоянно ослабевают и ты их должен с помощью еды тем или иным способом, тем или иным образом пополнять. Ты существуешь во времени в этом проклятии, ты смертен, ты конечен, ты зависишь не только от самого себя, но от того, что тебя окружает, от той возможности, которую ты имеешь или не имеешь для того, чтобы пополнить свое собственное существование. И вот с этой точки зрения удивительно интересно, как Бунюэль этой метафорой оперирует, потому что понятно, что наша принадлежность, ну как бы человек существует на двух этажах, на этаже материальном, где он животное, которое должно есть, должно подчиняться причинам и следствиям, и на этаже духа, который фактически отсутствует в этом фильме, где как бы мы бессмертны, и все, что мы делаем, все, что мы думаем, как бы, как писал Набоков в свое время, однажды подуманное и увиденное не может вернуться в хаос никогда. И на этих, между этими двумя этажами существует вот такая игра света и тени, которая, собственно говоря, и является человеком. Давайте посмотрим, что у нас препятствует, что у нас вышибает человека из механического сцепления причин и следствий, из определения человека как животного, которому нужно только поесть. Это смерть в первой сцене. У Бродского есть прекрасное определение, что самое лучшее доказательство существования Бога в том, что мы не знаем, когда умрем. То есть то, что вносит элемент непредсказуемости в нашу жизнь. Потому что если бы Бога не было, нам просто говорили, ну вот до 19 августа следующего года поживи, а потом умирай. Нет, мы не знаем, когда умрем. смерть вышибает из этого раз и навсегда заведенного порядка вещей. Второе это секс. Третье это воспоминания. Память, прошлое, то, что может нахлынуть на нас вне зависимости от нашего сознательного контроля. Это призраки, которые являются нам тоже разновидность воспоминания. Вспомним о том, что главный текст европейской культуры Гамлет как раз об этом, о том, что призрак приходит и говорит о том, что в механизме времени что-то распалось, что-то идет не так. Это терроризм, который является абсолютным элементом непредсказуемости, таким, как Бадрияр писал, как бы вирусным элементом современной реальности. Это война. Ну, в данном случае война немножко пародийная, речь идет о военных учениях, но тем не менее. И это самое интересное, последняя причина, которая мешает людям как следует поесть, это неопределенный статус самого человека, который то ли является персонажем художественного произведения, то ли является его зрителем. Вот этот знаменитый момент, когда раскрывается занавес, и это прерывает трапезу, которая вот-вот должна уже была состояться. Таким образом, Буниуэль, при том, что, опять-таки, я говорю, при, как справедливо говорили критики, при понятном, что при выходе этот фильм воспринимался в первую очередь, как социальная сатира, как сатира на буржуазию. Кстати, извините, сейчас отвлекусь по поводу названия, по поводу названия фильма. Очень долго не придумывалось название, название, которое придумал Буниуэль, и которое уже практически было как бы утверждено, это было название Долой Ленина. Долой Ленина или Девах в клеву. Так должен был называться фильм, и в этом, кстати, есть свой смысл, потому что речь идет о Долой Ленина, это Долой идеология, и этот фильм, опять-таки, из нашей исторической перспективы мы можем увидеть, что это фильм и об идеологии, это фильм о мире, из которого выскоблена его телесность, возможность поесть. Остались одни фикции, осталось одно лицемерие, остались одни фейк-ньюс, остались один террор, и ничего настоящего, ничего настоящего в этом мире нет. Так вот, вернусь к своей мысли, напомните мне, о чем я до этого говорил, до... Хорошо, значит, смотрите, что? Я иди. Что? Я иди. Да-да. Вот, значит, в итоге Будьуэль как бы нам рисует фактически, да, я вспомнил, я хотел еще как бы ввести в исторический контекст, понятно, что 72-й год, что это пик протестов войны во Вьетнаме, для Франции это как бы еще не угасший огонь как бы до 68-го года, это протест, это дух отрицания буржуазного общества, это такой резкий бунт против общества потребления, но в итоге вот как бы в этом и отличаются, если мы отличаются, наверное, великие шедевры от фильмов проходных, что чем дальше мы живем и тем больше мы их пересматриваем, тем больше мы видим каких-то универсальных смыслов, которые вложены, может быть, даже против воли или независимо от воли их создателей в эти фильмы, потому что нам фактически как бы рисуют картину того, чем является человек. С одной стороны, человек является абсолютно с точки зрения, по крайней мере Буниуэля животным, животным, которое управляется инстинктами, которое управляется чувствами голода и похоти, и как бы ничего здесь сложного нет. А с другой стороны, Буниуэль рисует раз за разом ситуации, которые нас вышибают из этого комфортного состояния животного и приводят к тому, что мы что-то должны сделать. Что мы должны сделать, это совершенно непонятно, но мне кажется, когда в этом есть секрет фильма, и в этом есть смысл ответа, и вот это тут я не соглашусь с Ури, мне кажется, что как раз эти повторяющиеся кадры людей, которые куда-то идут, это и есть изображение, это не изображение бесцельной походки, это не изображение потерянных буржуа, которые не знают, каким образом себя реализовать, каким образом себя найти. Это и есть буквализированная метафора человеческого удела. Нам, мы вынуждены куда-то идти. Мы бы и хотели, может быть, поесть, сесть, поесть, выпить, приятно провести время, но нет. Есть такое шило, которое нас подталкивает, которое говорит, что надо идти все дальше и дальше. И закончу я тоже цитаты из Роджера Иберта, своего, одного из любимых критиков, потому что мне очень понравилось то, как он написал про этот фильм, и там есть фраза, которая имеет отношение не только к этому фильму, но и к творчеству, и к творчеству, и к личности Бунюэля в целом. Он написал так, конечно, да, Бунюэль циничен, да, мы понимаем, что он имел ввиду, что он действительно смотрит на человека без розовых очков. Он видит его лицемерие, он видит его алчность, он видит его похоть, он видит его жадность, он видит его ханженство, он видит все его недостатки, но он не депрессивен. Вот эта формулировка мне показалась блистательной. циничен, но не депрессивен, видит всю правду про людей, но считает, что да, это человеческая природа, с ней можно жить, именно потому, что раз за разом из вот этой как бы раз и навсегда установленной цепи причины следствия, из этого животного царства появляется какой-то импульс, который выталкивает нас на простор, ну, если воспользоваться термином бадью события, на простор, если воспользоваться термином хайтекера бытия, и на простор жизни, как она есть наша человеческая жизнь. Об этом, мне кажется, фильм. Спасибо, Алексей. Я, слушай, Алексей, вспомнил еще один момент, о котором я забыл сказать, это о языке, о том, как работает язык в этом фильме, то есть, на самом деле, коммуникация между всей этой группой людей, она, как сказал бы Якобсон, сводится к патической функции, то есть, к функции контакта, не более того. То есть, их фразы, их разговоры, они совершенно незначимы, они подчеркнуто незначимы, да, то есть, кто-то не знает географии, кто-то несет откровенную чушь, ну, извините, и так далее, вот эта вежливость, это, по сути дела, язык, который сводится к функции контакта, не более того. А работает он только в тех случаях, когда рассказываются истории. То есть, для того, чтобы рассказать историю или рассказать сон, язык нужен. Но вот в той реальности, в которой они существуют, другого типа использования языка нет. И еще один момент, это то, что на самом деле, как бы мы говорим все время сюжет-сюжет, а сюжет-то на самом деле нет, то есть, нет начала и нет конца. То есть, мы легко могли бы начать с любой другой сцены и закольцевать этот фильм, и он бы работал совершенно замечательно, потому что, как бы, собственно, конца же нет, все вот так по кругу и происходит. Но это, я бы не вспомнилась как раз, пока Алексей говорил. Теперь слово вам, ваши вопросы, реплики, замечания, что-то такое. Да, пожалуйста. Меня зовут Светлана, я простой зритель, я не критик, поэтому, наверное, у меня совсем другое ощущение и мнение от просмотра фильма. Это второй просмотр, первый был как раз 35 лет назад, и мне было очень интересно посмотреть и сравнить мои ощущения студенческие с моими ощущениями уже зрелыми, так скажем. С чем я не согласна с уважаемыми кинокритиками, с тем, что я, наверное, рассуждаю как простой зритель. Есть фильмы-детективы, есть фильмы исторические. Вот для меня это фильм-настроение. Из того, что я не вспомнила 35-летней давности, это историю с наркотиками. Видимо, тогда, в 84-85 году, это было там, может быть, мне не близко, а может быть, и всем не близко. И она у меня не зафиксировалась таким образом, сейчас она просто меня царапнула. Мне кажется, Бенуэль бесконечно любит своих героев. Они у него красивые до невозможности. Весь фильм был, если можно назвать, что это очень французский фильм. Там французские женщины. Вот если скажут, как должны выглядеть французские женщины. Вот смотришь, вот это французские женщины, вот это французские мужчины, вот они галантные, вот они вежливые, вот они не обращают в диалогах внимания на ерунду, что кто-то не знает географии, или там еще что-то, какой-то чушь несет. Это несущественно и не страшно, поэтому можно кивнуть и улыбнуться и сказать, да-да-да, давайте выпьем порт. Точно так же, с какой ловкостью дурит нас Бенуэль с этими снами. Как только мы заходим в эту зону какого-то неприятия и кошмара, когда кто-то кого-то убивает, кто-то вдруг на сцене оказывает. Я на дискомфортную для зрителей думаешь, ужас какой, ужас какой, как они там французы могли этого допустить. Нам Бенуэль щелка это говорит, это сон. Думаешь, а, это сон, во сне можно все, что угодно, поэтому смотрим дальше. Поэтому такого глубокого насмехательства или возмущения или еще чего-то, какого-то осуждения этого скромного баяни буржуазии я не увидела ни 35 лет назад, ни сейчас. Фильм «Настроение» я бы его сравнила, может быть, с нашей, ну, навскидку, может быть, с прогулкой. Когда люди идут, смотрят, он взял очень простую вещь, ту, которую мы совершаем каждый день, еда. Не знаю, насколько сакральный смысл складывал Бенуэль, не знаю, но здесь нам сейчас уже понятно, что во время общей трапезы с друзьями, она перестает быть общей трапезой просто ради еды. Сейчас это точно мы знаем. Раньше, когда нам приходилось продукты покупать, заранее, это было вот там, чем-то угостить, что-то такое вот может быть. Но сейчас, а во Франции, наверное, и тогда, то есть это способ общения с друзьями. Собраться за ужином, обсудить последние новости, не знаю, политику, еще что-то, еще что-то. Это не животное меропотребление, что вот давайте соберемся вместе, поедим. Давайте соберемся вместе, пообщаемся. Ну, заодно и поедим. Вкусно, паштеты, сырые, все это понятно. Поэтому мне кажется, что Бенуэль очень любит своих героев и поделился с нами этой красотой. Смотрите, как это может быть, это каждодневная жизнь, еженедельная. Вот они по пятницам собираются, кто-то по средам собирается. Чем плохо? Все красиво, все, в общем, логично. А все, что нелогично, это все приснилось. Не знаю даже, как отозваться на ваш такой длинный рассказ. Как-нибудь, да, как-нибудь отзовусь, да. Такое впечатление, что вы просто вошли в этот фильм как героиня. Поэтому мне сложно отозваться. И вы не замечаете, как бы, кроме прекрасного и приятного времяпрепровождения этих людей, что они глупые, что один, посол спит с женой своего друга. Не, не надо, хватит. Это по-французски. Все спят друг с другом, все нормально. Ну, хорошо, все хорошо и все прекрасно. Да, пожалуйста. Ну, один момент, я все-таки, как бы, может быть, еще откликнусь с другой стороны на вашу реплику относительно настроения. Дело в том, что, ну, это мы почти всегда говорим, у нас просто есть постоянные наши участники программы, есть те, кто впервые пришли. Анализ, который, например, я предлагаю или Алексей предлагает, он, естественно, не исчерпывает художественного произведения. Его нельзя, это не было бы художественным произведением, если бы его можно было исчерпать каким-то анализом. И художественное произведение, оно всегда имеет и то, что вы назвали настроенческим, то есть оно воздействует в том числе и эмоционально и так далее. И это отдельный, как бы, наша программа называется «Два с половиной смысла» именно в связи с этим, да, потому что есть то, что называлось третьим смыслом фильмическим, Бартлор, Ролан Барт называл вот этот неухватываемый смысл третьим смыслом, поэтому мы называли программу «Два с половиной», потому что мы до него не доходим. И, ну, при этом мы надеемся, что дополнительный анализ какой-то, несмотря на риск того, что он может убить вот это эмоциональное восприятие, может его и обогатить. Но это всегда действительно сложно, да, то есть анализ может, естественно, засушить и уничтожить то художественное, что есть в произведении. Но это, я откликнулся просто, чтобы еще раз повторить тот тезис, который я периодически повторяю, пожалуйста. Если можно, сейчас, извините, да, я буквально 30 секунд хотел поблагодарить. Действительно, вспомнилось, вспомнилось вот это специфическое, как бы, восприятие западных лент, которые у нас, ну, как бы, у нас было, конечно, кино в советском прокате, но оно, так сказать, да, так очень тщательно отбиралось, вот. И первые, первые ленты, которые вот преодолели этот барьер, я вот помню, это было скромное обаяние буржуазии, и через некоторое время вышел на экраны, как сейчас помню, шел в кинотеатре «Москва» фильм «Фавориты Луны» от Ара Селяни, я еще помню, как разговаривал с друзьями, я говорю, господи, там стоят километровые очереди, «Фавориты Луны», это как бы, ну, достаточно сложный для восприятия фрагментарный, такой прихотливый фильм. Ты не понимаешь, Алексей, люди хотят посмотреть, как живут в Париже. Вот, и в этом плане, да, это, ну, как, это тоже, да, составная часть нашей истории, историю восприятия, да, в том числе о том, как выглядят французские женщины, мы узнавали от Бунюэля. Здравствуйте, я хочу отметить один нюанс, может быть, он существует только в моем воображении, но я хочу согласиться вот с предыдущим оратором, что Бунюэль, на самом деле, несмотря на то, что все его характеризуют фильм как критика буржуазии, на самом деле, он очень любит своих героев, тех самых представителей буржуазии, а именно людей, которые находятся на другой стороне, то есть, ну, как нам сказать, представителей ну, низших сословий низшего класса, на самом деле, им рисуются, ну, с моей точки зрения, в очень неприглядном виде. Этот старик, который убил, вот рисует он представители буржуазии, да, они глупые, они похотливые, они ничем не заняты, но на самом деле, вот агрессии в них какой-то нет. Вот представители низших сословий, вот этот старик, который убил родителей, оставил сиротой, потом вот эта женщина, которой нужно почистить два мешка моркови, ну, на самом деле, рисуются, ну, совершенно с других позиций. Может быть, этим и объясняется, вот, желание выбрать название фильма Долой Ленина. То есть, на самом деле, агрессия, которая идет, она идет именно от недокормленных людей, а те, которые, ну, условно говоря, сытые, вот, он не показывает, что от них, если идет какая-то агрессия, то он показывает это в виде сна, в виде несуществующих каких-то моментов. Вот, все. То есть, вам садовник понравился больше, чем епископ, который его шлепнул? Ну, тоже нормально, да, он действительно, он, в общем, в конце концов, имел право, наверное, отпустил грехи и шлепнул. У нас, к сожалению, закончилось время, возможно, кто-то еще хотел что-то сказать, но мы вынуждены, у нас в 10 часов закрывается музей. Спасибо, что вы были с нами и выдержали наши речи. Приходите к нам на следующей неделе, мы будем смотреть фильм Олены Рене «Проведение». На следующей неделе в четверг у нас по четвергам. Всем спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok